Привет, друзья! Давайте с вами сделаем обзор такого легендарного российского образца оружия, как ТО-106 или Смерть председателя. Смерть председателя, потому что он вот так вот внешне немного похож на обрез, который очень любили кулати в 20-х годах. И, соответственно, вот это оружие получило такое название. Это ТО-106 является самым коротким гладкостольным оружием, производимым в России. Его длина в сложенном состоянии 530 мм и в разложенном состоянии 820 мм, то есть на 2 см всего длиннее, чем это разрешено по закону. Оружие имеет вот такой вот рамочный приклад, раскладывающийся, как у МП-40. И стреляет только с разложенным прикладом. Есть предохранитель ружья. Вот такая вот кнопка за затвором. И очень простое, на самом деле, по конструкции. Вот неполная разборка. Оружие выглядит вот так вот. Опа. Все. Оружие разобрано. Можно его смазать, вычистить. Оружие магазинное. Имеет штатные магазины на 2 патрона. Вот так вот они и выглядят. Также еще выпускались магазины на 4 патрона, но они оказались крайне ненадежными. Очень там плохо подавались патроны, поэтому надежные можно считать только магазины по 2 патронов. Что еще сказать? Данный образец я купил в 2008 году. Вот. Вскоре их уже перестали выпускать в России. И теперь такой вот ТО-106 вы можете найти только на вторичном рынке. Давайте посмотрим, как он стреляет. Вот. То есть, по сути, у нас 3 патрона может находиться в оружии. Одно, пускай, будет в стволе. И два в магазине. Вот. Стреляем не по мишени, пока не на точность, а просто вот в сторону. В сторону мишени. Ох, очень сильная отдача. Особенно вот этот вот металлический приклад очень вот так вот заметно, существенно дает по щеке. Так что надо что-то придумать, чтобы там не обдирать, не обмораживать щеку. Чем-то, видимо, тут надо заизолировать его. Вот. И перезаряжается вот таким болтовым способом. Третий патрон. Прицельная дальность такого ружья дробью до 20-30 метров пулей возможно стрелять прицельно до 40 метров. В принципе, это совсем не охотничий вариант. Охотиться я не представляю, как с таким ружьем, но для самообороны я думаю, что это очень такой подходящий вариант. Поскольку очень компактное ружье, можно, например, держать его где-то там рядом с собой. Дальнобойщики или там водители могут его спрятать в подсидении. Я видел в продаже даже такие вот чехлы-каборы, в которые можно вот так вот засунуть ружье. И, в принципе, вот так как раз оно уменьшается под одеждой. Вот. Так что это вот был ТОС-106. Смерть председателя. Очень интересное российское ружье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова